Друзья, мы слепаем нашу Палестину, да? Я говорю, не знаю, как насчет сказать. Привет. Привет. Слушай, какие зимы грамотные. Я им смотрю свою картиночку. А так они такие грамотные. Здравствуйте. Что ходите? Походите. А что вы говорите? Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказываю. Можно? У меня сегодня такой эксперимент, поскольку то, чего я сегодня делал, я еще никогда не делал. И, в общем-то, у меня как-то такие... На вас я, собственно говоря, буду проверять, возможно ли вообще это в будущем куда-нибудь как-нибудь употребить. Это, значит, пока планируется такая программа. У Анарда Бальзака есть такой замечательный цикл под названием «Озорные рассказы». Ну, вот это самого Анарда Бальзака не будет. Ну, в общем, такое... Само название, оно, например, небывалое по размерам растение «Аллоа». Поздний вечер, женщина средних лет срывается со своего насиженного места за письменным столом и делает несколько энергичных движений. Все, все, это рекорд. Мой новый рекорд. Двести двадцать строчек за вечер. Еще чуть-чуть мучения, я свободно, свободно. Пусть, кстати, не помирали. Так. Иран Абрикозов. Ясно псевдоним. Жила себе какая-нибудь Роза Фельдман. Училась в нефилологическом, переводила с Македонского на ирландский. Потом новые времена. Муж без работы. Ребенок без теплого пальта. Сообразила, что к чему. И стала Абрикозова. Собственно, ругать-то ее абсолютно не за что. Не хочешь, не покупай. На чем не писать-то? Поклонники Марии Ящерицы могут ликовать. Наконец в ее душе зашевелилась борьба, верну с праздником. Астердельно, стремительно и невыбидимо. Маша просыпается. Ой, черт, сколько времени. В самый раз. Руки в ноги и бежать. Господи, ну что же мне с Ящерицей делать? Так я ничего не написала. Эх, Лешка, ради тебя и твоего колобка идем на должностное преступление. Живите, радуйтесь. Мне от моего мнения о романе Ирана Абрикозов и Генрих, пожалуйте, завтракайте. Поливает Генрих. Потом у него в отделе зенжата, что само по себе еще не основание для женитьбы, но и не может повредить толковому человеку. Вы меня понимаете? Гугельмаз был лысый и махматый, как медведь. Но у него была душа. Мне нужна другая женщина. Мне нужен роман. Возможно, по мне не скажешь, но я человек, которому необходима романтика. Мне нужны нежные чувства. Мне нужен флирт. Я не становлюсь моложе. И пока не поздно, хочу заниматься любовью в Венеции. Острить за ломберным столом и обмениваться ровкими взглядами на красный пенон. Кургельмаз, лежавшим сверху из дубы. С виду это была бжовая китайская горка с усугившим салам. Как будете морочить, Перский спросил Гугельмаз. Вот, смотрите, это был перский. Дивный трюк. И готовил его к празднику рыцаря Пифийского ордена в прошлом году, но билеты не разошлись. Полезайте внутрь. Зачем? Будем протыкать шпагами и все такое? А вот где-то видите шпаги? Гугельмаз скорчил недовольную мину и полез в шкаф. Прямо перед собой увидел пару нелепых волшебных клиантов, приклеенных к ободренной манере. Если это розыгрыш про хроматологию, ну, в каком-то смысле. Теперь внимание. Стоит мне вымесить в шкаф вместе с вами какой-нибудь роман, закрыть дверцы и трижды постучать, как вы немедленно перенесетесь дальше. Гугельмаз посмотрел на волшебника скептически. Чистая правда, сказал Перский, отсортит моя рука. Впрочем, не обязательно роман. Рассказ, пьеса, стихи. Вы можете повстречать любую из женщин. Ой, как хорошо вы попали. Это их, это... Это невероятно. Пьеса, пьеса, пьеса. Да. Светя, немного. Пьеса, пьеса. Пьеса, пьеса. Пьеса, пьеса. Пьеса, пьеса, пьеса. Ну, правда, что у него длинные перелеты, ранние подъемы и так далее. В общем, короче говоря, на сольный концерт я не потянул сегодня, потому что я боюсь забыть все стихи. Подскажем! Но то, что Миша просит меня рассказать и спеть, наверное, действительно стоит того. Потому что человек, о котором я хочу рассказать, и о том, как появилась, ну, в частности, и эта песня, наверное, заслуживает какого-то вашего внимания. Потому что речь пойдет о Александре Володине, Александре Моисеевичем. Когда-то, в 90-х годах, у меня была пластинка, которая называлась «Четверг». И там была песня, там были все песни на мои стихи. И одна песня была на стихе Александра Моисеевича. Эта песня называлась «Игра». Я ее опять сегодня не буду. Но она послужила поводом для того, чтобы встретиться первый раз и последний, к сожалению, с Александром Моисеевичем Володиным. Потому что протокол требовал, чтобы стояла его виза, его разрешение на исполнение этой песни. Это было 90-е, я думаю, нет, наверное, 2000. Какой-то. Не важно, ну, скажем, 2000-е. Я уже не помню точно. И, короче говоря, в общем, я через своих друзей, я никогда с ним раньше не общался. И через наших общих друзей театральных я нашел его номер телефона и позвонил ему. Он подошел к телефону и я сказал, Александр Моисеевич, вот такая история. Меня зовут Максим Леонидов. Я певец, наверное, и, скорее всего, вы обо мне не скажете. Но так получилось, что на моей пластинке, которая сейчас должна выйти, есть песня на вашей стихе. Мне нужно, чтобы вы, если вы не против, подписали разрешение на исполнение. И он сказал, приезжайте. И я приехал тогда к нему домой. Если кто-то помнит и знает Петербург, это Большая Пушкарская улица. Там есть такой дом литераторов. Он был построен в конце 60-х. Такой типичный, современный, скажем, дом, где литераторам выдавали квартиру. Там жили многие, действительно, литературные деятели, всякие. В том числе, там, вот, выделили комнатную квартиру для Володи. И я приехал туда, и мне открыл дверь Александра Моисеевича, который был совершенно уже разрушенный, больной. И впечатление было чудовищное, потому что это была абсолютно нищенская квартира с ободранными обоями. Он был в какой-то майке-алкоголичке, в тренировочных брюках. Супруга его страдала слабовумием, и это было тоже, в общем, не добавляло, безорадостного ощущения во все это. И я нашел, и он сказал, мне, к сожалению, нечем вас угостить. У меня ничего нет. И тогда я сбегал в магазин, купил бутылку водки, какую-то колбасу, запускал какую-то, для того, чтобы просто этот визит не был формальным. Я так понимаю, что ему пить было нельзя, но, тем не менее, в общем, мы выпили одну, вторую, третью, и вдруг он ожил. Ожил, и в нем проснулась какая-то такая энергия, и он услышал эту песню, которую я ему поставил на запись, и он был абсолютно счастлив, что вот такая песня есть, на его стихи задавил меня какими-то своими книжками, с автографами, и стал говорить о том, как он хочет жить, как он был у доктора-кардиолога, и как доктор-кардиолог сказал ему, что все зависит от вашего желания, хотите ли вы жить, и он сказал, я, сказал ему, я хочу, 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 и он был настолько энергичен, экспрессивен, и, ну, в общем, друзья мои, это были слезы, честно говоря, потому что драматург и вообще писатель такого уровня, как Присандр Баглодин, конечно, видимо, это только в России могло так получиться, что под конец жизни он был абсолютно неустроен человек. Вот. Я эту песню петь не буду, но... Сейчас, занимаясь своим новым альбомом, я взял эти книги, у него есть несколько сборников, которые вышли в последние годы его жизни, один из их называется «Попытка покаяния», и там есть несколько стихотворений, на которые мне захотелось написать музыку, и эта песня, которую я вам спою, она называется «Семь утра», она состоит из трех его стихотворений, маленьких, я их скомпоновал в одно, и получилась вот такая песня. Выпил в семь утра, Потом допил, вредно для утра, Зато допинг мне уже пора, А вам рано, что же до утра, Так там рано, мне уже пора, А вам рано, что же до утра, Так там рано, голубь пробует басок, Тень легла наискосок, Из окна немного виден небо синего кусок. Выпил в семь утра, Потом допил, вредно для утра, Зато допинг мне уже пора, А вам рано, что же до утра, Так там рано, мне уже пора, А вам рано, что же до утра, Так там рано, постарел и Новый год, Чем-то веет, что дает, Пожирает все обиды, Времени круглая ворот. Выпил в семь утра, Потом допил, вредно для утра, Зато допинг мне уже пора, А вам рано, что же до утра, Так там рано, мне уже пора, А вам рано, что же до утра, Так там рано, больше пью, Меньше сплю, реже женщин домой провожаю, Перестал от друзей возвращаться По утра домой. Что такое со мной, Что такое со мной, я не знаю, Я такой же, как был, Я такой же, как был, Я такой же, как был, Я такой. Выпил в семь утра, Потом допил, вредно для утра, Зато допинг мне уже пора, А вам рано, что же до утра, Так там рано, берегу ее, Пою водкой, вот мое житье, Живу вот как. Вот мое житье, Живу вот как. Браво, 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 браво. Это странный, что я не знаю, Я такой, я не знаю, И в общем, странное, Для того времени, Он был человеком вопреки всему, Он был депутатом Верховного Совета, Не будучи членом партии, Что вообразить было невозможно, В общем, в те годы, Он, собственно говоря, Когда писали все такие военные песни В начале войны, Когда нужно было как бы поднимать дух, Казалось бы, писать военные марши, Он писал прощание и город, Ему эту песню запрещали, И говорили, что это ни к чему. Потом, когда война закончилась, И все стали писать лирические песни, Он вдруг стал писать марши, Ну, в общем, он как-то шел против течения, Совершенно, вот, абсолютно, Он, кстати, Максима принимал в пионеры, Вот, где наш, Где вот этот пролег наш, Вот этот водоразделственник, Тебе неудобно, я бы сказал, Про него хорошо, Спасибо, прадеду, чтобы рассказывать не поздно, А мне удобнее. Значит, В 60-х годах В поселке Комарова, Где у Василия Павловича была дача, Александр Белинский, Известный петербургский режиссер, В доме отдыха театральных работников, Который там тоже был, Недалеко, буквально, В пяти минутах пешком от дачи Василия Павловича, Был дом театральных работников, ВТО. И там Александр Белинский Организовал клуб, Который он назвал Встречи с интеллигентными людьми. И, значит, артисты, которые туда приезжали, Они надеялись встретиться с интеллигентными людьми. Там был актовый зал, Стоял фортепиано, И, значит, Одним из первых гостей, Естественно, был предложен Василия Павловича Славиев Сиды, Который, в общем, Был в пятиминутной доступности. Вечер был назначен на 6 часов, Значит, на 18.00. В 18.00 сидел полный зал, Василия Павловича не было. В 18.15 Василия Павловича не было, В 18.25 Белинский позвонил, Значит, супруге Василия Павловича И спросил, Таня, где Вася? Почему его нет до сих пор? Она сказала, Вася вышел полчаса назад Из дома Идти пять минут. В общем, непонятно, Публика волнуется, Как-то предвкушает встречу с интеллигентными людьми. А интеллигентного человека нет. Короче говоря, Еще спустя 15 минут Наконец-то появился Василий Павлович в дыну. Абсолютно. Он вышел к публике И на сцену Посмотрел, Вынимательно на зал И сказал, А давайте я вас всех обоссу. Интеллигент. Прости, Вася, Правду не замажешь, Ежели так. И понятно, Почему Василий неудобно Рассказывать про дед. Ну, во-первых, Вы посмотрите, Прогресс. Все-таки с поколениями Как-то Мы этого избежали. Когда Василий Павлович не нашел Адекватного ответа От публики, Он ушел за кулисы. Через 5 минут Он вышел И полтора часа Отыграл Дрестяще Все свое выступление Без всяких Обоссум, Все свои песни Замечательно Совершенно Существует Вот такой был Вот такой Вот человек Там были некоторые нюансы, О которых Максим Как бы не Там Сложность была в том, Что композитор Он мне сразу Сказал про это Обоссум Он пришел И сел И Александр Аркадьевич Белинский Стал говорить Вступительное слово А кто знает Александра Аркадьевича Белинского Знает, Что меньше часа Александр Аркадьевич не говорит Вот когда Василий Павлович Час просидел И прослушал Про себя Все паникирики, Которые были возгласны Вот тогда Он вышел и сказал Ребят, А сейчас я вас всех обоссу Потому что Он уже больше не мог С этого Вот этого Все Ну это Это важно Ну я Просто Две-три Замечательные фразы Которые я А просто вопрос Пожалуйста Скажите, Откуда фамилия Соловьев Седой Это была Это была Дворовая кличка Потому что Очень светлый Приехал Выгоревший Из деревни Как Седой Его во дворе Городинили Седой И он Собственно говоря Потом Сколько Соловьев Фамилия распространенная Он Стал Несколько Любимых Моих Фраз Дедушкиных Самая Любимая Такая Когда Он сидит У себя На даче Комарова Там Закрыта Дверь Обычно Он так А у бабушки Всегда Моей еврейской бабушки Всегда Были Какие-то Подружки Которые Там Жили И вот Одна из Таких Подружек Без стука Входит К нему В комнату И говорит Василий Павлович Я сейчас еду На рынок Что бы Вам с рынка Привезти Он так Мрачный Говорит Сдачу В этом Все Или Я обожаю Историю Когда Такой был Помните Композитор Серафим Туликов Значит Он Очень много Написал Песен В отличие Дедушки Про партию Правительства Но его Почему-то Никогда Не звали На кремлевские Концерты Я бы ужасно Переживал По этому Поводу А он Был Очень Хороший Пианист Вообще Талантливый Человек Но при этом Никак Не звали Позвали Его И вот Он Значит В одной Комнате С дедом И Ходит Волнуется Страшно Что-то Там Руки Разминаются И Видишь Василий Павлович Одну Рюмочку Коньячку Вася Ты что Вообще Не волнуешься Сима Я На Шевских Не волнуюсь Вот это Вот это Да Или Как Ну Был такой фильм Осторожно Бабушка Который Это вот Невероятно Вот Единственное У Раневской Были две Главные роли В жизни Это фильм Мечта У Михаила Рома Главные И фильм Осторожно Бабушка Вот Тот фильм Который Осторожно Бабушка Это Про то Что Раневская Говорила Плевок В вечность Это Совсем Было Неудачное Кино И там Дедушка Писал Музыку Ну И они Там Значит Познакомились Как-то И что-то Они там Пикировались Понятное Дело Поскольку Были Островом Раневской Ой Вася У меня Болезнь Не себе Посмотреть Не людям Показать Что такое Вы Фендер Ой Геморрой Остер А кто ты И Еще она Гениально Говорила Это уже не Дедушка Но когда она Жила В этом самом Доме Актеров Про который Говорил Макс Она Приезжала К Ахматовой В гости В Комаров И она Вынуждена Была Жить У Ахматовой Была будка Там Вернуться Негде Соответственно И она Жила В этом Доме Актера Который Находился В двух Метрах От Железной Дороги И она Говорила Я никогда Больше Не приеду В этот Дом Отдых Имени Анны Карениной А что Дедушка Ты Еще Ну Там Были Замечательные Конечно Взаимоотношения С Никитой Богословским Который Учился В Они учились На одном курсе Музыкальном В 20-е годы Никите Был Вообще 16 лет Он был Совсем Молодой Ну В общем Они С тех Пор Ну И они С друг С другом Подкалывали Годами В общем В общем И вот Тут Недавно Надо сказать Что 5 дней 25 апреля Деду Сползил 110 лет И Были Юбилеи И значит В частности Был Спектакль В театре Мюзикла У Михаила Швыдкова И он Откуда-то Ну я не думаю Что он из головы Придумал Откуда-то Накопал Вот такую Историю О которой Я слышал Первый раз Но это История Двоякая Которая Вдруг Неожиданно Перевернулась Он выходил К зал И рассказал Что Вот Родилась У Василия Павловича Дочка Наташа Моя мама Мама Да И значит В 3 часа ночи После Рождения Когда ее Принесли Из роддома Телеграмма Молния Значит Звонок в дверь И приходит И приносит Телеграмму Наташа Пописала Что дед Отправляет В 5 утра Обратную Молнию Стул Нормальный И дальше Продолжается Так Неделю Потому что В 3 часа Наташа Пописала Потом Никита Ребят Ну я Вот сообразил Я не знаю Придумано это или нет Но я Мама моя родилась В 37 году А вы понимаете Что такое В 37 году Звонок В 3 часа ночи В квартиру Пришли брать Да Вот Знаете Вот И смех И грех Еще Никита Конечно Замечательно Написал Написал Бабушке моей На день свадьбы Он написал Жаль мне Татьяну Такой молодой За ночь За ночь Одну Он остался Седой А дед Писал Бабушке Когда за ней Ухаживал На улице Восстание Жду Восстание Любил он Со словами По всякому Обращаться Ну что еще С Баснером Расскажи А что с Баснером Это история Про Баснера Уже А не про дедушку Про Баснера Про Баснера Была гениальна А Замечательная была История Как принимали Станислава Пожлакова Союз композитов Помните Такой был Замечательный Питерский композитор Ребята Семидесятой широты Топ 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 Малыш И так далее Человек писал Одни только Песни Его никак Он был Он не кончал В консерватории И так далее Его никак не принимали В Союз композиторов Здесь была Композиторская Организация И вот сидит Значит Весь Анклав Пожлаков Опять пришел Все свои песни Спел Дед говорит Ну что А вы что-нибудь Кроме песен Пишите А он Немножко Топ Да нет Что И опера У вас нет Нет И симфонических Нет Нет И ораторий Топ Нет Весь Ну так Пишите Товарищи Стоит ли нам Такого Человека Принимать Члены Союза Советских Композиторов Все говорят Нет Нет Не стоит А по-моему Стоит А про Баснера Просто Догонка Потому что Это наша Питерская школа Самая Великая Моя Как бы Признание Народа Сказал Баснер Произошло Когда я как-то шел Вечером По Питерской улице Ко мне подошел Человек Сказал Дай Дай Закурить Он сказал Я не курю Он сказал Уж Жидовская Морда И запел С чего Ты Родина Вот это Самое Большое Просто Навердей Секунду По поводу Пожнакова И С чего Называется Родина И всем Остану Дмитрий Шостакович Репетирую В Большом Зале Финамонии Прямо В Гранд Отеле Европа Тогда назывался Гостинца Европейская Решил пойти Попить кофе И там Стоит Швейцар Весь в голунах И говорит Не пущу Не пущу Ты кто такой Я Композитор Дмитрий Шостакович Он говорит Да по мне Хоть сам Пожлаков У меня предложение Дело в том Что уже Прошли 20 лет назад Больше уже 30 лет назад Когда Вася Заездами Бывал В Израиле 22 года У нас Было совершенно Потрясающе Был аттракцион Я считаю Что сегодня Можно его Повторить Бася Обладает Феноменальным Умением Петь хором Не важно Не важно Что Не важно Что И Это Колоссальное Удовольствие У нас Есть Тут Люди Которые Могут Наиграть Кое Что Любые Песни Бася Знает Все Слова При этом Он говорит Следующую строчку В то время Когда Мы поем Это точно То есть Поется Как никогда Это Все Песни Это Был тобой Правильно Всегда А теперь Я Новый Песня Прощай Любимый Дород Прощай Любимый Город Уходим Завтра В море И Роди Борой И Песня С Борой С Борой И Борой Голубой А вечер Опять Хороший Так Что Песен Не петь Нам Нельзя О Дружбе Большой Посмотрим Насколько Подтянем Дружбе Я Я Моя Я Я Я Моя Я Моя Я Нельзя Я России Знаю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому